Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня скумбрии. И после предпоследнего раза я немножко даже боюсь кушать скумбрию. Я чуть не подавилась огромной косточкой. Поэтому давайте начнем с этой части, с хвоста. Чтобы было без происшествия. Картошечка, лучок, мандарины и сок. Вы знаете, о чем я хотела сегодня с вами поговорить? Я очень редко пишу комментарии. Но в этот раз мне прям хотелось высказаться. Я была в шоке от того, сколько негатива льется последнее время на ситуацию с Ксенией Собчак. То есть я абсолютно не ее фанатка, скажу вам сразу. Мне даже в какой-то степени немножко она раздражает. В плане ее высокомерия и так далее. Но в любом случае я просто не понимаю, почему люди у нас в 21 веке настолько злые. Мне кажется, чем дальше, люди становятся все злее и злее. Людям лишь бы кого-то обосрать. Лишь бы кого-то пообсуждать. Мне кажется, уже хейтерами стали каждый второй. После этих высказываний, наверное, у меня тоже начнется срач в комментариях. Но все же я хочу высказаться. Потому что я за справедливость. Вот я не понимаю, человек не был за рулем. Я ехал на арендованной машине с водителем. Произошла авария, в которой, к сожалению, погибли столько людей. Погибли ранены. Погибла девушка. И там, насколько я знаю, в реанимации еще пассажира. Кто не в курсе, автомобиль с Ксенией Собчак вышел на встречку. Хотел обогнать другой автомобиль, автобус. И вот произошло такое несчастье. И везде все пишут Собчак. Во всем виновата Собчак. Причем здесь она? Она была пассажиром. За все несет ответственность водитель. Люди говорят, вот, наверное, скорее всего, она подгоняла водителя. Угрожала ему. Сто процентов. Нас с вами в этой машине не было. И мы не можем на сто процентов сказать, что это она прям начала наезжать на водителя. А даже если наезжает, опять же, водитель не справился с управлением. Я однажды ехала в такси. Вызвала самое обычное, по-моему, болт. В общем, приехал таксист. И дорога была длинная. Он начал так гонять. Так гонять. Этого обгонять. За всю дорогу я три раза сделала замечание водителю. Я говорю, я, конечно, понимаю, что вам не жалко вашу машину. И вам не жалко вашу жизнь. Но мне лично очково ехать с вами. Причем, ладно, там, знаете, супер какая-то машина. Так у него советский автопром, который в случае чего просто превратится в консервную банку. Я вот несколько раз сделала ему замечание, но он все равно ехал, как он хочет. Уже мы подъезжаем туда. Я уже пятый раз сделала замечание. Я говорю, ужас. И раньше еще, кстати, не было этого приложения. Мы просто звонили и вызывали такси. Я не могла оставить свой отзыв об этом таксисте. Мне порой, вот реально, абсолютно искренне вам говорю, мне кажется, если, не дай бог, Собчак будет ехать на каком-то... Точнее, лететь. У него будет рейс. И не дай бог так произойдет, что самолет будет неисправен или что-то произойдет с пилотом и так далее. Вот я просто уверена. Если на борту будет Собчак, и она останется жива, все начнут обвинять ее, что это она виновата, что она наехала именно на пилота, и все произошло по ее вине. И причем самое интересное, что родственники этой девушки, которая погибла, они не обвиняют Ксюшу. Но зато общественность, все мы, люди, которые вообще никаким боком не касаемся этой истории, все начинают высказываться, все начинают говорить гневные вехи. Девушка, которая была на доме 2, Милена, смотрю, я давно отписалась, от нее уже неинтересно. Но я подписана на страницу, где новости дома 2, и там опубликовали ее историю. И она как только Собчак не называет, каким надо быть человеком и так далее. Я просто не понимаю, либо все люди идиоты, либо я, дурочка, чего-то не понимаю. Но при чем здесь пассажир? Когда произошло столкновение? Она вначале никак не высказывалась, а потом высказалась, и комментарии пошли. Значит, виновата, раз высказывается. Значит, виновата, раз оправдывается. Стопудовая. Специально без макияжа. Актриса. А если бы она выступила бы с макияжем? Все сказали, да ей вообще пофиг, она с макияжем и кайфует от этого. от того, что происходит. Не дай бог нам никому оказаться в этой ситуации. Например, у нас вот недавно, буквально в Баку, произошла трагедия. Два-три дня молодой парень за рулем КамАЗа заснул и врезался в автобус, врезался в остановку, где стояли люди и очень много людей ранены, госпитализированы. И насколько я знаю, пять человек погибло, но вчера мне парень сказал, что уже шесть. Еще один кто-то умер. И вот реально страшная трагедия. Таких трагедий случается очень много, к сожалению. Человеческий фактор. И опять же, естественно, человек заснул за рулем. Он дальнобойщик или еще что-то. Это не значит, что мы все должны забросать камнями этого парня, 19-летнего, у которого произошло вот такое вот. Понятное дело, он понесет наказание перед законом. Но одно дело, он устроил гонки там. Ну, блин, мы все под Богом ходим и с каждым из нас может произойти такое несчастье. Поэтому я к чему это все говорю? Давайте не будем настолько самоуверенными. Вот завтра вы выйдите из дома, сядете в машину. Не дай Бог, мы не знаем, что с нами произойдет. На все воле Всевышнего. Причем родственники девушки, которая погибла, они все говорят, что при чем здесь Собчак, они устраивают передачи, начинают обвинять, эксперты кричат, что вот, это сущность Собчак, она сразу ушла с места трагедии. Скорую вызвали. Насколько я знаю, там полчаса посидела. Ну, дальше сидеть, какой смысл? Она не врач, она не криминалист, она не была за рулем. И что? Зачем оставаться? У меня было такое, что я ехала в автобусе, автобус врезался в машину, Hyundai Sonata, и все пассажиры просто пошли. Остался водитель, водитель Sonata и водитель автобуса, и они там уже вызывали. Я как раз ехала к подруге на съемке Мукбанка. Даже помню, на Мукбанке об этом рассказывала. об этой ситуации. И что тогда меня должны были все обсирать, что ушла с места преступления, да ты же свидетель. Короче, не знаю, моя хорошая, возможно, у меня с головой не все дома, возможно, я чего-то не понимаю в силу своего возраста. Напишите, пожалуйста. Просто я считаю, что если родственники покойные, даже они считают, что Ксюша не виновата, но вся общественность, все считают, что ой, какая она даже ему предложили помощь, он даже отказался от материальной помощи. И это не только я замечаю в интернете. Иногда даже у родственников такое. Вот кто-то, например, совершит ошибку, он попадет в какую-то глупую ситуацию, и все становятся экспертами. Все начинают указывать на твои ошибки, что вот как так можно, да ты что, да какой ужас. вот у меня парень всегда как бы угорает с меня и говорит, что что бы ни произошло, ты к этому относишься нормально, и он говорит, это неправильно. понятно, понятно, к педофилам, садистам, убийцам, психически ненормальным людям, которые идут, расстреливают. Школы я отношусь, ну, крайне негативно, и понятное дело, но когда человек не хотел, сам не был за рулем, в чем его обвиняют, я просто не понимаю. даже если там Ксюша сказала, что довези меня до аэропорта, например, побыстрее, получишь чаевые от меня. Опять же, она не виновата, что он пошел врезался. Коротко и ясно, мое мнение, что виноват только водитель, виноват тот, кто сидит за рулем. Как всегда, например, у меня папа всю жизнь был за рулем, и мама рядом говорил, езжай быстрее, мы опаздываем. И что папа завтра куда-то, не дай бог, врежется, все виновата мама. Сами посудите, сколько ситуаций таких было. Опять же, это тоже наши догадки, все. Просто моя просьба к вам, быть хоть немножечко добрее, мы все под богом ходим, и непонятно, завтра, что мы натворим. На этом все, мои хорошие, я наелась, спасибо, что досмотрели до конца. К сожалению, эти кусочки я немножко боюсь кушать, потому что в этих кусочках большие косточки, я боюсь подавиться. Однажды такое было, я три дня не могла прийти в себя. Всех люблю, пока.